Самое массовое по количеству обращений. В Нижневартовске состоялась четвертая по счету выездная общественная приемная. На этот раз для жителей десятых микрорайонов города. Традиционно большинство вопросов на тему ЖКХ и благоустройства, улучшения жилищных условий граждан и в социальной сфере. Причем люди обращались к представителям власти не только в индивидуальном порядке, но и целыми коллективами, например, с советом дома. В каких ситуациях нижневартовцы просят содействия чиновников и депутатов, выяснила наш корреспондент. Пенсионерка Лариса Дюльдина с 2000 года в очереди на жилье по соцнайму. Срок подошел, но предоставляют женщине не отдельную квартиру, а лишь комнату в общежитии. На выездной приемной выяснилась юридическая причина произошедшего. Пять лет назад в пользу сына вартовчанка подписала договор отчуждения, а значит заведомо ухудшила свои жилищные условия. Когда у меня сын учился в институте в Петербурге, мне сестра, ну в общем было отчуждение, сестра дала денег, я ему купила комнатку 10 метров, чтобы он учился. Ларисе Дмитриевне подробно объяснили нормы окружного законодательства, согласно которым с момента отчуждения должно пройти не менее 10 лет, чтобы гражданин мог вновь претендовать на социальное жилье, а именно квартиру. Срок ожидания пять лет, когда пройдет с момента ухудшения данных жилищных условий и будет предоставлена полноценная однокомнатная квартира. Более 50 обращений за первый час работы. Секция улучшения жилищных условий на этой общественной приемной может конкурировать разве что с блоком ЖКХ и благоустройства. Шквал вопросов от жителей десятых микрорайонов о зимнем содержании дорог и уборки от снега с внутриквартальных территорий. Пояснение дает глава города, который всегда присутствует на выездном приеме. В этом году снега очень много на самом деле. Мы максимально стараемся ввозить его. Мы не рассчитывали на такой объем снега. Тем не менее, я уверен, наши службы справляются. И где замечания жителей, они совершенно справедливые, наши компании будут убирать. Традиционно работает в течение трех часов встреч с жителями депутатский корпус практически в полном составе. К народным избранникам обращаются даже не поодиночке, а целыми инициативными группами и советами домов. Активисты из трех многоэтажек 10-го В микрорайона столкнулись с сопротивлением их нынешней управляющей компании, когда объявили, что решили перейти в другую УК. Хотя таким правом в стране могут воспользоваться собственники любого многоквартирного дома. Парламентарии Нижневартовской городской думы заверили, что о проблеме им известно. И они совместно с администрацией города выступят арбитром в этом споре. «Мы уже там были неоднократно. Наш депутат Баконис Ильин Николаевич нас туда приглашал. Этот вопрос сложный, но он требует вмешательства именно главы города по его компетенции. То есть мы сейчас на сегодняшний день с совместными усилиями, мы со стороны жителей и глава города найдем, как решить данную проблему». «Вот сейчас выслушали нас депутаты и теперь сделают выводы на следующий прием. Пожалуйста, нам будет готов результат». На этот раз одна из горожанок пожаловалась на здравоохранение. Отсутствуют талоны на услуги МРТ. Куратор блока социальной политики Ирина Валиковская заверила, что причины неприятной ситуации выяснят, а самой женщине обязательно перезвонят. Обратную связь с каждым из обратившихся поддерживают до тех пор, пока проблемный вопрос полностью не решат. Ольга Дакшица, Андрей Клиницкий, Вести Югоря, Нижневартовск.